Да, у нас, да, соответственно, сознание, да, вычислитель. Просто у нас еще внимательность, там у вас вода как раз сейчас идет как один из интересов к осознанности. Ну, там дальше уже можно смотреть, но главное, что онтологически разобрались, и вроде бы не страшный такой переход, потому что очень тяжело, все-таки по слову осознанность, а когда оно внутри, мы легко с инженерной осознанностью, да, а от эзотерической осознанности, когда она нам дана Господь Богом, мы его поставить не можем, она уж какая есть. А так мы говорим, что да, мы этим занимаемся инженерно, внутри, да, а снаружи это как управление вниманием. И что мы делаем? Ну, управление вниманием. Внимание многопоточно надо управлять, распределение внимания между потоком, дефицитный ресурс надо управлять, тем, на что обращать внимание, на что нет. А внимание разворачивается во времени, поэтому нам надо особые техники, психотехники работы со временем. Это вот как бы то новое, что вот сейчас, может быть, Анна придет, я как это... Пока бежал, с ней связи сошел, мы ей не можем сказать, что мы уже тут. Ну, я же ее добавила в чат, так что она... Ну, она должна была в сети 15 минут назад, вот, да, как раз я еще был дома. Сказала, что бы сейчас, она говорит, да, конечно, давайте, но пока я бежал, все развалилось. Ну, окей, ничего страшного, у нас, в принципе, есть запись, если она потом как-то там, как-то там добавляется, можно потом просто дать ей запись, она... Да, и, кстати, выяснилось, что... Иглинг. ...беседовать с людьми очень опасно начинать все-таки с сознания. Я три или четыре раза пробовал. Да. Потому что мне последний раз сегодня, там есть такой Павлов, программист, сказал, да ничего не знаю, говорит, у меня в голове есть некоторая модель сознания, и то, что ты говоришь, не соответствует этой модели. И вот как ему объяснить, что... Что у тебя в голове нас мало волнует, что у нас есть там статьи, мы на них опираемся. И я подумал, что, может быть, более безопасно заходить с управлением вниманием, а потом вводить уже в нашей дисциплине. Да. Вводить... Вводить вот эту инженерную осознанность и рассказывать, что мы на самом деле вам ставим. Ну, смотрите, тут тоже управление вниманием называть осознанностью, да, это как бы как синоним получается. Ну, да, да. Да, может, как бы и стоит идти вот как управление вниманием, лишний раз осознанность не цеплять, а сознание занимает управление вниманием. Но инженерная осознанность тоже можно, но это как бы уходит в синонимы, да? Да, да. Ну, это просто, чтобы, опять же, это для того, чтобы подчеркнуть, да, разницу. Это не то, чтобы... Подчеркнуть разницу, что мы понимаем, что это из той же серии, но как бы устроено по-другому. Другая школа, как бы, для вот этого, да? Да, да. Ну, все, я считаю, что это мы разобрались, и надо будет просто коротенький текст на эту тему сделать. Я его в аду тогда воткнул, соответственно. Хорошо, да, я тогда себе сейчас... У меня... Светологическая разборка с осознанностью, ее надо там сделать. Ладно, окей, я тогда допишу сюда где-то текст по... Это потом, это все потом еще, видите, это все в процессе. Текст по антологическому разбору, вот, управление вниманием. Да, то есть вот это вот надо будет сделать. Да не, нормально, оно потихонечку идет, я вот это аду, как это, напильником сейчас сточу. И, видите, может быть интересно, как раз я добрался, вот сегодня буду пытаться уже методологию писать. Агент, лага, то есть вот это вот все вот куда уйдет. Большой вопрос про психологию там. Ну и не только про психологию, я, как это, буду писать верхним чутьем какие-то слова. Мне важно, тут даже не точно написать будет, а мне важно просто написать место, где это будет обсуждаться. А в следующей версии там через год мы разберемся и уже будет писать более точно. Ну да, да. Я, как всегда, первую версию выпускаю, что вот посмотрите, под этой обложкой лежит все, что мы хотим сказать. Сказанное криво, плохо, там, а дальше начинаем. Удивительно, все-таки получается более мощная конструкция, чем я ожидал. То есть сильно мощнее все. То есть не так плохо получается. Ну да, довольно интересно все складывается. Дальше я бы хотела как раз переключиться, вот у меня здесь описано, да, что у меня здесь модели вот этой осознанности, они фактически являются ядром для собранности, да, и что у нас собранность тоже, вообще говоря, потом как-то на какой-то стэк делится. А вот вопрос опять же, если лаборатория, мы лабораторию делаем по собранности или только вот проблема управления вниманием? Сейчас у нас проблема управления вниманием, я предлагаю просто не распыляться, я предлагаю это воспринимать как надсистему, и вот здесь просто говорить, понимать, что у нас вот, ну, сейчас покажу вам. Модели собранности или мы передаем практики собранности? Вот если опять же вот здесь я специально для этого сделала вот эти. Это и праздник, практик, да? Да. Ну то есть сцеплина плюс там технология, например, какие-то технологии собранности могут включать в себя мышление письмом. Я просто думаю, что здесь опять же… Прокращивание экзокортикса важная же часть, да? Да-да-да, я просто думаю, что, скорее всего, пока, ну, пока, по крайней мере, лаборатория будет именно на модели работать, да, а уже какие-то практики, это, видимо, будут идти в разработке курсов. Ну, посмотрите, модели, я в тексте АДО подчеркиваю все время, что модели теории объяснения, мы понимаем их одинаково, то есть модели это объяснительные модели. Да-да-да, объяснительные модели, да-да-да, то есть то, что мы понимаем еще, что с ними что-то там можно сделать, но уже конкретные как практики. Смотрите, тут слова какие удобно, можно говорить объяснение, удержание внимания на постановке и выполнение практики. Чувствуете, как сразу как-то объяснение для людей, да? Да. Потому что мы вырабатываем объяснение, как это делать. Вообще, конечно, с языком вот так работать, с синонимией, со всем вот этим. Пион жаловалась два дня назад, она зашла сюда на системный фитнес, вот я сбежал с системного фитнеса, мы пообъясняли. И она говорит, что черт возьми, она когда начинала в рационализме, она же сисюкала, она избегала греческих слов и говорила там на пальцах, да? А сейчас ей понравилось, она видит нашу публику, и она говорит, я не хочу сдавать все эти греческие слова. Все эти антологии, эпистемологии. А я говорю, что, конечно, можно не сдавать, то есть ты как синонимы их указывай, но обрати внимание, насколько все проще скучит. Если ты правильно тогда выбираешь, не как бы не сисюкаешь, а правильно выбираешь русскоязычные термины. Получается реально проще, понятней. И плюс я еще вспомнил, я не говорю роль организатора, например, а сейчас роль организатора, вот я прямо говорю, или там для этики роль совесть. Ну да, кстати. Ну да, все становится по-русски, понятно, на пальцах оно все совпадает. Ну да, но понятнее. Все-таки слова термины важны и не важны, да, они все-таки значительно обращают понимание. Они не важны, но важны. Дело в том, что нам же учить надо. И перевод на русский язык, были исследования такие, на пальцах, но как это, все равно исследования. Они изучали простой вопрос, вот если мы переведем на испанский какой-нибудь паскаль, то быстрее ли учить детей программированию? Ну то же самое на русский, да. Тиршол, есть русский язык программирования, или там прямо давать Алгол, но они очень близки. А выяснено, что на 30% быстрее обучение. Ребята, 30% обалдеть, в любом бизнесе это за это там убиться о том. То есть мы вместо трех месяцев обучения можем два давать, да? Это означает, что мы просто должны переводить, но давать при этом англоязычную терминологию. Почему? Потому что потом такие, как Иван, пойдут переводить назад. Ну да, и будут мучиться. И у них, если бы не было моих вот этих пометок, это было бы каюк. А я, когда переводил туда, я давал пометки в английском, и это сильно помогало всей группе. То есть давайте мы будем делать вот перевод честный, как это. Не будем с английского переводить на греческий, будем переводить с греческого тоже на русский, а потом давать пометки. Это уменьшает время обучения, это единственная, я замечу, причина, но для меня она важная. Да, хорошо. Да, и это, наверное, тоже требует какого-то там обоснования, что почему по-русски, да? Не по-гречески. Ну да, потому что... Я сейчас намеренно обращаю ваше внимание на то, что я говорю, почему не по-гречески, а не почему не по-английски. Да, я понимаю, что да, почему не по-английски. Потому что они скажут, ты что, эпистемология, весь мир говорит эпистемологию. Я говорю, это какой язык, да? Да, 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 эпистемология на английском, наверное, и понятно. Ну, оно так же, эпистемология, оно так же не переведено. И, кстати, еще вот из вопросов перевода, да? Познание, знание, наука. У нас это в стеке называется исследование, да? А почему исследование? Ну, раньше этим только ученые занимались в роли ученого. А теперь менеджер-исследователь и инженер-исследователь. Потому что, когда у тебя ошибка какая-то, и ты понимаешь про причины и следствия, делаешь новые объяснения того, что у тебя в конкретной твоей установке проходит, то ты исследователь. И ученый, конечно, занимается исследованиями, да? Там выдвигает гипотезы, опровергает гипотезы, доказывать он ничего не может. И вот это вот понимание. И просто поскольку этим уже занимаются все, эта трансдисциплина, то из науки, которой занимаются только ученые, это становится исследованиями. А ученый, он занимается исследованием, он занимается инженерией, когда делает установку экспериментальную, да? Но исследователь понимает, как устроено исследование. То есть понятие фальсифицированности, вот это вот все. И это, замечу, это опять же про перевод. Вот иногда приходится переводить заново, там, слово «наука», переводить как исследование. Ну да, потому что, да, наука как что-то такое. И причинность, вот революция причинности, causal inference, мы это переводим как объяснение. И практика объяснений. Почему? Потому что от цепочки причин и следствий, когда ты выясняешь, какая из них там работает, ну, фактически это и есть объяснение, explanation. Там, хотя бывают разные режимы, но все равно они сводятся к тому, что вот из этого следует вот это. В части причин и следствий они следуют в части логичности. Чувствуете? Потому что логический вывод не является объяснением, а объяснением являются вот причины и следствия. Причины. Да, и это совершенно другой тип отношений. И вот я считаю, что мы должны по этому пути идти, если мы хотим делать людей умнее, быстрее. Это единственное вот что. Да. Это, я думаю, значительно помогает. Я тут как раз тоже хотела просто... А мы не хотим вот это все записывать? А мы это все записываем. Я включила запись. А что-то у меня это... Да? Не включена? А, нет. Да, записывайте. Я прошу прощения. У меня просто, как это, закрылось. Я себе заметки же делал. Чего мне это написать? Потому что я же себе тоже план пишу. Ну да, это правильно. Нет, я сохраняю записи лаборатории, потому что я же пересматриваю. То есть каждый в своих материалах это все отражает. Это в этом тайпишка. Плюс, как бы у меня здесь... Я пока перенесла, но еще старые не очень такие просто тексты грубо из стой. Но я буду их как-нибудь оформлять. Вот здесь тоже есть шаблоны, всякие темплейты. Я буду оформлять старые. Здесь можно будет найти их, все meeting notes. И здесь, конечно же, есть все записи предыдущих лабораторий. Так, ну по собранности я вот так приблизительно пока накидала какой-то там вариант, может быть, модельки, да? Что там может быть? Как-то очень супер базово. То есть ключевым... С нами AnoNeo, я хочу представить, что AnoNeo мы договорились, и я очень рад, она многим знакома. Ну вот видите, в частности, знакома. Анна Нева, мы договорились, что она и Антон Климат будут делать курс по музыкальности примерно такой же, как Connection. Но я не удивлюсь, если Connection у нас идет 6 часов, а музыкальность выйдет в 60 часов. Анна преподавала уже музыкальность для мультиданса и для танго, в частности. И Анна, я вот так и не понял, но, по-моему, она коррекционный то ли психолог, то ли педагог по образованию, там с упором вот во всякое такое нейро. Вот, поэтому тут она как раз по профилю. Ну вот, да, Анна, мы тут как раз обсуждаем на лаборатории сознания, там, суть, да, чем мы занимаемся, что мы как бы составляем, передаваемые другим интеллектам объяснения по тому, как удерживать внимание, да, управлять вниманием при постановке, там, выполнении практик. И, ну, соответственно, что у нас вообще все вот, все вот это штука, потом это все превращается в курсы, где уже конкретно мы обучаем конкретным практикам для управления вниманием. Вот, и все, что у нас управление вниманием, вообще все включается в одну такую большую штуку, у нас интеллект стеккен, которая называется собранность, что она является там основой для этой собранности. И вот как раз я вот эту модель хотела чуть-чуть рассказать, что у меня здесь вот, у меня центральное, вы видите, управление вниманием, и я пока условно выделила вот три штуки, это мониторинг сознания. Анна вообще нас слышит? Давайте проверим. Да, Анна, может быть, вы там. Да, Анна слышит. Всем добрый день. Да, я тут просто пока настраивала свою железочку, потому что на Steam обнаружился неустановленным. Ну и так сразу я это, да, дополню Анатолия. Я по специальности, я коррекционный педагог, так что да, вот все вот эти вот нюансы управления вниманием, коррекции. Да, как бы моя тема, которой я занималась когда-то давным-давно, и половину позабыла, но приходится применять. Как выяснилось, для взрослых даже чаще, чем для детей. Еще бы. Потому что взрослые внимание волнуют, а у детей все понимают, его нет, ну и черт с ним. Ну, в общем-то да. Вот. Я вся внимание. Ну вот, отлично. Если что, говорю, у нас, я думаю, у нас можно будет зайти, потому что я ссылку на этот документ скинула, там можно зайти, можно там комментарии какие-то оставлять, вот ссылка есть. И если там вдруг в базе знаний есть какие-то ссылки на предыдущие лаборатории, и на этот тоже появится. Вот. Да. И вот по вот этой модели я пока условно выделила такие три штуки отдельно, мониторинг сознания, то есть, да, это вот это внимание к вниманию и внимание к какой-то коммуникации результатов, что у нас сигналы какие-то стекаются, на что мы вообще, про то, на что мы вообще управлены, на что мы обращаем внимание, да. И как-то они, вот мы по основе этих сигналов можем дальше что-то предпринять. А вот по грацианам, мониторинг сознания, я правильно понимаю, что вы просто тут обращаетесь вот к той коммуникационной компоненте? И да, да, и здесь и само внимание, то есть, я сразу задействовала на все три, то есть, внимание, внимание, у меня есть внимание вот в этих трех штуках, внимание к вниманию, внимание к практике и внимание к коммуникации результатов. И я вот сейчас объясню, да, вот это. Да, просто это какое-то соответствие частям. Кстати, выяснилось, что при разговоре с людьми, вот я сегодня только, люди реально не понимают, что три части, три вот этих нейросетки, как мы говорим, да, они вместе дают функцию сознания, функцию управления вниманием, потому что в системном подходе они не понимают эмерджентности. И они говорят, нет, ну смотри, никакой же осознанности, никакого же сознания в каждой из них нет. И поэтому, когда они вместе работают, откуда там осознанности появиться? У меня тут глаза дало, поскольку я не понимаю, что этим людям отвечать. Говорят, что, ну вот смотри, в водороде и в кислороде, когда они в воде, уже ничего нет, там только вода. Не, ну стены по отдельности, это тоже как бы не дом. А почему-то, если там все собрать... Ну да, жить можно, да. Если собрать, то жить можно. И я не знаю, как с этими людьми говорить, потому что они реально, вот наши тексты, не воспринимаются, как вот мы их воспринимаем. То есть это отдельная педагогическая проблема, чтобы нас хотя бы понимали. Я говорю, я сегодня вот только початился с одним программистом. Он зацепился за слово там «сознание» и пошел. Я ему дал. А что он считал сознанием? По-моему, это спор от термина в каком-то смысле. То есть специфическое довольно понятие сознания, к которому мы бы пришли. И человек, который, так сказать, читает массовую литературу в искусственном интеллекте, совершенно не понимает, в каком смысле сознание обнаруживается в трёх нейросетках. То есть это специфическое. Нет, он потом меня ещё переспросил, что такое у тебя нейросетка. Я ему дал определение. Что такое сознание? Он не спросил. Нет, он не спросил. Он мне сказал, что парень, ты что-то говоришь, а у меня в голове абсолютно другая модель сознания. Я-то типа знаю. Это ты, мол, не знаешь, что у тебя за модель сознания. Другая модель сознания, это другое понимание того, что такое сознание. Ну да, сначала к нам согласовать объект в 4D, а потом уже... Да, это еще к нам философы приходили, вот Анна с ними доклад, помните, делала? О, да, сколько у них потом было именно по этому докладу комментариев. Ну да, я просто говорю, что у нас такая коммуникационная еще некоторая проблема, потому что мы погружаемся и быстро теряем связь с окружающим миром. Это некоторая проблема у нас. Ну, Анатолий, просто это пока... Нет, это я думал, что это, ну, опять же, это такой вопрос. Мы сначала заныриваем, потом разбираемся для себя. Потом, да, в 2-3 прохода мы занимаемся, давайте скажем так, мы занимаемся... Вот сегодня Пескин еще раз про TikTok говорил, про тиктокер, новая профессия, тиктокер. Я долго думал про интеловское TikTok и не понимал, в чем шутка. Вот выяснилось, что он имеет в виду, тиктокер, который в TikTok сидит в приложении. Мне даже в голову не пришло. Но у нас на самом деле тоже TikTok такой, ну, TikTok. На TikTok мы занимаемся методологией, мы сваливаем все в одну кучу. Да, да, да. А на TikTok, то бишь на TikTok, да, на TikTok мы занимаемся методикой. Да. Ну вот, Анатолий, я тут... И начинаем переводить, да, начинаем упрощать, начинаем объяснения делать, подбирать слова. И я думаю, что вот сейчас мы сидим явно на тике, потому что нам надо явно сообразить просто, что давать. Нам самим надо сообразить в первую очередь. Да, 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 самим сообразить и собрать под одной обложкой в любой терминологии. Да, да. А потом, когда мы сообразим, мы, соответственно, дальше уже начнем объяснять... Да, дальше методика, курс, да. Там уже все на пальцах будет и, может быть, в других словах. Объяснять на пяти уровнях сложности как-то, да, Джейкоб Кольер, да, тот музыкант, которого... Помните это видео, Джейкоб Кольер, он там что-то там на пять... Объяснить ребенку, что такое... Да, 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 да. Это объяснение на пяти уровнях сложности. Да, да, да. И вот говорю, что мы это сможем сделать, когда мы для себя разберемся. Сначала методология, да. Ну и вот, говорю, то, что здесь условно на мониторинге сознания, то есть в том числе идет каких-то мониторинг каких-то автоматизмов, в том числе это автоматизмы как и свои личные автоматизмы, так и своего экзокортекса, какие у меня там автоматизации настроены, да, то есть потому что мы же их не раз... Ну, мы рассматриваем их одинаково. Вот, сообщаются ли там у нас какие-то неполадки, если у нас там вдруг... Вдруг какое-то что-то сломалось в этом мониторинге, да. То есть это, опять же, вот для чего коммуникация тоже еще нужна, что у нас не просто у нас мониторинг идет, но он еще куда-то эти результаты мониторинга куда-то передаются. Дальше вот мы... Я назвала это условно пока конвейер, да, какое-то сознание, которое может быть... Ну, условно, чтобы подчеркнуть, что он такое-то что-то работающее без сбоев, что мы можем и практику какую-то принять. А конвейер — это всегда последовательность, и у программистов последовательность. То есть конвейер — это pipeline, а то, что без сбоев, это другое. Ну, окей, можно. В русском языке это у энергетиков хорошо, у них это надежность и бесперебойность. Вот бесперебойность сознания. Ну да, можно, окей, бесперебойность сознания. Да, потому что бесперебойность, видите, она абсолютно однозначна, да? Да. Более того, она нам тут важна, и как бы мне даже понравилось бесперебойно, да? Именно вот сбоев нет. Да. Да, мы получаем, собственно... Перебоев нет, то есть непрерывность такая сознания. Непрерывность, да-да-да. Но непрерывность, ее понимать можно как угодно, а бесперебойность, она абсолютно... Бесперебойность вжения, бесперебойность электричества, да? Да-да-да-да-да. То есть что мы получаем с распознанным мониторингом сигналы в неполадках, то мы даже меняем... Еще вот слово мониторинг. У меня время от времени бывают люди, которые занимаются мониторингом. Вот у Геронимуса был объект мониторинг. Это очень тяжелая штука, потому что есть отдельная система, за которой мониторишь, есть система мониторинга, и что она делает, и что как бы вот... Да, то есть вот слово мониторинг тоже выясняется, что оно имеет много разных значений, там непонятно объект, предмет. Вот можно сказать еще раз все-таки мониторинг? В чем там основная идея мониторинга? Что мы... отслеживание, отслеживание, может... И передача сигналов, отслеживание каких-то сигналов, их передача, коммуникация. Вот мониторинг обычно сводится к тому, что есть некоторая необычность, и она обнаруживается, а тут отслеживание – это другое. Ну, для того, чтобы обнаруживается необычность, нужно, чтобы как-то это обнаруживать, нужно, чтобы это как-то следить, нужно как-то объяснять, что именно это необычность, а не обычность. что это внимание к вниманию ну да это внимание к вниманию фактически внимание коммуникации результатов то есть вот и там даже два внимания но вы чувствуете если я читаю внимание 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 коммуникации то я не вынимаю их из значения слова мониторинг вот но не из какого значения но вот я просто пока не знаю как бы чтобы это так вот как бесперебойность я вот Вот, не знаю, чем это. Перегонность, она сходу, как бы, вы говорите функцию. А тут функция, та же самая функция, это внимание, да? Ну, да. И там внимание сразу к двум. Во-первых, если внимание к двум, то, может быть, это, как бы, не мониторинг, а там внимание к вниманию и внимание к коммуникации результатов. Может, это... Может быть, ну, да, может быть, но просто у нас, как бы, коммуникация, у нас дальше всех как-то иначе, я сейчас покажу, присутствует, но... А это означает, что внимание к коммуникации не надо, вы ее отдельно рассматриваете, да? Окей, да. А внимание к вниманию должно быть. Это, собственно, на самом деле, это и есть осознанность, да? Да. Ну, тогда, может быть, вы пишете не мониторинг сознания, а осознание на четырех уровнях, потому что осознание — это же функция. И тут оно, заметьте, оно ровно по делу. То есть, внимание к вниманию вы никак не можете по-другому сказать, что это и есть осознание. Ну, да. Это и мое внимание. Да. А вот внимание к коммуникации результатов, оно появляется, как бы трансдисциплина. Вы просто сбоку напишите коммуникации результатов. Окей, сейчас я его, наверное, просто еще внесу, может быть. Не внимание, а просто коммуникация, как отдельное управление вниманием, просто еще веточку. Ага, сейчас я... Вот здесь как бы от него отдельная коммуникация результатов. Да, потому что получается, что это как транс такая штука. Да. Она во всем. Да. Ну, я бы даже, может быть, вот здесь как-то коммуникация, коммуникация, да, была. Обдружение слепых пятен — это на самом деле... Это как это? Вы деконцентрацию уже хотите сказать? Нет, нет, нет. Вот это тоже важно. Это не деконцентрация, потому что деконцентрация вы тоже, как бы, вы ищете, допустим, если поиск напряжений в теле, да, или поиск каких-то, вы уже применяете какую-то практику. То есть суть в том, что какая-то практика, есть внимание в практике, да, и какой-то фоном там дальше идет внимание. Дальше при помощи коммуникации идет коммуникация с осознанием. Но это работа с фоном, обнуржение слепых пятен. А вот здесь проблема в том, что как бы вы не знаете, чего вы не знаете. Вот это, помните, неосознанная некомпетентность. А вот замечу, и это как раз и есть мониторинг обычно. Когда что-то происходит, и вы мониторите на предмет... Нет, 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 смотрите, а осознание, если... Ну, опять же, я не знаю, вот насчет... Ну, может быть, как раз мониторингом это и назвать. Мониторинг фона. Смотрите, не слепых пятен, а вы не как бы сигнал ищете, а вы мониторите фон. Я почему сейчас говорю, объясню, почему это выделило. Потому что мониторинг фона, опять же, практика деконцентрации, она как раз мониторинг фона. А я не знаю, что мне нужно мониторить фон. Вот понимаете, у меня нет внимания к вниманию, у меня нет внимания к практике. В общем, у меня только что-то там где-то от коммуникации... А, все, понял. Это означает... Вы говорите о произвольности внимания. Да, 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 да. Какое-то произвольное внимание. Мне надо как-то его перевести вот сюда. Это внимание, если оно произвольное, вы говорите, что оно откуда-то должно получить заказ. Да. Произвольность внимания, да. И фактически вы говорите о постановке задачи на управление. Ну, как бы грубо, если вы... Это постановка задачи на управление вы имеете в виду. Да. Да, если грубо, да. А как... Вот и тут, скорее всего, вас интересует когнитивность, S2, чтобы кто-то сказал. Обрати внимание вот на это. Да, да. Я здесь вот как бы тоже смотрела, что, ну, фактически мы говорим о том, что... Рациональность управления вниманием. Рациональность, да. Или когнитивное управление. Угу. То есть тут слово, скорее всего, рациональность, когнитивность. Но это уже переходит тогда во внимание к вниманию. Я не очень понимаю, в чем была разница. Нет, потому что тебе говорится о том, что внимание к вниманию есть у всяких индийцев, в которых кроме S1 ничего не включается. И они тормозят все, они в особом состоянии сознания, которые просто наблюдают за своим вниманием. А мы говорим, что смотри, тебе надо каким-то образом получить заказ от знаний, на что внимание это делать. Грубо говоря, вот я пришел, я не знаю, на что обратить внимание, но я знаю, что мне надо найти систему и надсистему. И я понимаю, что у меня понятийное управление вниманием при этом. Да, 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 да. И оно осознанное в S2. Если я теряю, то я отслеживаю, говорю, что ж ты там мне нашел всякие вспышки справа, вспышки слева, когда у меня есть задание, миссия, там все вот это, ну там словами проговорю. То есть внимание к вниманию само по себе не практикуется, ну в смысле. Не, оно практикуется, это механизм, это все. Но мы говорим, что нас интересует сейчас, что заказ, когда оно установлено уже, да, внимание к вниманию, вот мы нашли, вот там внимание, вот рукоятки какие-то. Мы должны туда подать команды голосом понятийно. То есть коммуникация должна быть, как это, императивы понятийные должны быть. Логические, рациональные. А можно еще вопрос? Я не очень понимаю слово результатов, коммуникация результатов. Откуда, почему именно результаты? Почему не просто коммуникация, как отдельно? Ну, коммуникация, мы понимаем. А коммуникация чего? Чего, куда. Нет, я ему поясню, результат. Не знаю, там, мы там, командная работа идет. Нет, потому что есть коммуникация, не только результатов. О, я все понял. Смотрите, я понял. Анна, вот там, где у вас вот это обнаружение слепых пятен, это у вас коммуникация входа. А там, где это, это коммуникация результата. Окей, да, тогда. А коммуникация промежу, это касао, я вот не знаю. по-чего, то есть он не знает, например, о существовании практики фокусинг, поэтому он просто не может обратить, допустим, вытащить как-то через тело какие-то свои ощущения, как-то их разобрать. Он не знает о практике поиска напряжений, но что-то у него просто болит, и он не знает, что с этим делать. Вы хотите ввести понятие бессознательного, не вводя это понятие. Ну, наверное, да. Фактически, да, слепое пятно, да, бессознательное какое-то. Это оно и есть. Да. Но оно не слепое пятно объектов вне внимания. Вот как назвать? Вот здесь фокусировка. Неосознанное. Не, вот то, что не подчеркнуто сознанием, как это, все остальное. То есть объекты, которые выделены сознанием, а есть объекты, которые не выделены. Ну, неосознанное, ну что? Необращенное внимание. Объекты не обращенного внимания. Да, да. Ну, потому что мне тоже не очень хотелось бы использовать слово неосознанное. Слишком много. А дело в том, что, Вить, вот смотри, почему сопротивляется сейчас Аня, нельзя давать определение через нее. То есть понятно, что все эти неосознанное. Вот пролетает мимо, да. Они пролетают, потому что надо назвать положительным каким-то. Что это? То, на что не обратили внимания. Я говорю, что это, наверное, фон. Технически, все, что у нас находится вот в этих слепых пятнах, да, то, что происходит, но мы не осознаем, по сути, находится для нас в зоне белого шума. Как белый шум? Вот. И наша задача, как бы, да, вот в этот из белого шума вещь и структурировать какие-то объекты. Это фон. Просто объекты есть, но они объекты... Да, просто для нас они являются белым шумом. Мы на них внимания никогда в жизни не обращали. Это примерно как в зрении, да, вот где-то там что-то происходит на периферии. То есть мы видим пятна, что это мы пока не обратим внимания, мы понятия не имеем. У Анны есть еще оттенок, что на вот это мы должны наводить, то есть практика наведения. Да, практика наведения. Давайте таки наведение внимания или там практика обращения внимания. Слово обращение непонятно, а наведение внимания из метафоры фонарика, луча, наведение внимания отлично. Да, вот это понятно, да, потому что мне вот как раз этот момент, И тут сразу коммуникация входа, связанная с наведением внимания. Да, да, да. Коммуникация результата, что я вот ищу третий час, и результата нет. Да, 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 да. Или вот я нашел, тебе говорят, нет, ты не то нашел. Да, да, да. Дальше можно обсуждать понятийное оно или не понятийное. Угу, угу. Ну, то есть мы не наводим. Ну, вот наведение внимания, коммуникация, да. Угу. И наведение внимания у нас внутри уже, конечно, наведение внимания, деконцентрация, концентрация. Да, 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 да. Это там внутри все, то есть вот отлично. О, гляньте. Смотри, все становится. Я прям по практике фокусинг я ощущаю вот это бинго. Ну, я говорю, да, по практике фокусинга там, я всегда говорю, если вы поймали точный термин, вы, смею вас заверить, вы это заметите. Да. А как все обычно говорят, а как мы узнаем, что мы нашли термин? Я говорю, очень заметно будет. Все вдруг успокаиваются, все нормально, дребезки исчезают. Угу. Можно сказать, на объединение такое объектива, да, если сравнивать с фотоаппаратом, наводим объектив. Ну, я две метафоры даю. Фотоаппарат, да, и фонарик. Фонарик, да. А при этом, смотрите. Я помню, фонарик у нас там в режиме прожектора, ну, вот мне как-то прожектор нравится больше лампы, прожектор, ну, значит, я все сразу на всем поле освещаю, там точно все ярко очень. И луч какой-то уже сконцентрированный. Да, потом бывает еще лампа, которая, как это, тускла, но все. Тускла, но все, он тоже может быть, да. И мы такое с фотоаппаратом не можем обычно, потому что люди очень много представляют режим панорамирования. То есть они могут уже и меньше фокус внимания, да, а вот деконцентрировать, как это, объектив на панораму взять, да, вот это очень трудно себе представить. Поэтому, вероятно, две метафоры, они правильные. Угу. Да, окей. Ну, вот они обе попадают в наведение внимания, чувствуете? Да, да, да. То есть фактически мы, вот, все, что мы про внимание говорим, мы говорим про наведение внимания. А куда попадает многопоточность? Значит, многопоточность бывает у нас двух видов. Угу. Значит, первый вид – это то, что у вас написано «осознание на четырех уровнях», да? Угу, да. И второе – это на одном уровне просто многопотоков. Угу. То есть я делаю ленту, я помню, что я отслеживаю ленту, и я понимаю, что мне надо в районе коленки и в районе локтя что-то подкрутить. И у меня поток на вот это. А еще у меня там выше поток, что это я делаю там для танцев, не знаю, для композиции. Нет, ну, то есть, получается, многопоточность и все-таки многоуровневость, да? Или мы хотим какое-то другое назвать? Ну, я думаю, что на каждом уровне у меня-то поток внимания. Да. Это означает, что многопоточность у меня двух видов. Одно – это потоки внимания по уровням, да? Угу. То есть удержание внимания в ходе музыкального произведения. И второе – внимание там, не знаю, к одному тик биту, чтобы я точно в бит попал, но не забывал, что этот бит там, не знаю, в ходе коды. Угу. Угу. Вот. А второе – это то, что может быть несколько потоков внимания, потому что, когда я делаю сложную конструкцию, я зацепился ногой в скалолазании, я зацепился рукой, и отслеживая, какие у меня там силы в ноге и руке, я пытаюсь махнуть еще одной рукой, чтобы там цеплянуться. И у меня три точки в отслеживании. Угу. Или на пианино я играю, у меня отдельно правая рука играет, левая рука играет, и я пытаюсь двумя руками управлять два потока внимания. Еще учитель говорит, третий поток. Ну, вот это как будто бы вот сюда. В 15 уровне в одном времени, да? Да, но как будто бы многопоточность, она как бы вот здесь идет. Ну, вот видите, многопоточность. Дело в том, что это вот очень похоже на наведение внимания, потому что вы должны навести. Да, и удерживать, а потом дальше удерживать. А удерживать – это вот бесперебойность сознания, удержание танца. Может быть, это бесперебойность. Да-да, я говорю, что здесь удержание, да, ну вот надо подумать. Многопоточность, она и в бесперебойности, и в наведении, поэтому, может быть, это означает, что ее надо как отдельный концерт. А наведение внимания – это вот то, что относится именно к вниманию, а вот наведение внимания к вниманию может быть? Это сознание как раз. Наведение внимания к вниманию – это отдельная проблема. Точно. Ну, многопоточность – это осознание на четырех уровнях, тогда, и многопоточность. Я думаю, что вам надо осознание на четырех уровнях и осознание многопоточности. Просто это у нас два осознания, получается. А, ну, просто осознание, просто тогда осознание на четырех уровнях и осознание многопоточности. а почему у нас как бы есть получается наведение внимание внимание получается два режима она либо включена либо выключена что такое наведение что такое наведение это вот и есть выделение это включение до этого я не во внимание на россии она выключена я я предельно внимателен только у меня еще объектов нет я когда сканирую фон сканирую фон юстирую деконцентрацию то есть я вот этот момент пока внимание наведено может могут быть случаи условно когда у тебя там сотрясение мозга а ты закройте себе чтобы вылечить это сотрясение мозга заворачиваю перебинтовываешь тебе здоровую ногу это самое смешное что метафора наведения вот этого прожекторного вот представь тебя там суслик в поле и тебе надо навести прожектор на этого суслика ну и как ты его наводишь ты прицеливаешься в полной темноте и далее внимание включаешь бабах и суслик в поле не ты берешь прожектор и шарашившим по полю да вот так это и есть наведение а потом уже дальше у тебя начинается осознание настроить настроечки да это большая проблема я то что вот системный фитнес вот только день до говорят вот и почувствую обмекание где обмекание чё почувствует но далее начинается вот напряги тут в спине что-то напряглось у всех в разных местах что-то напряглось отлично повторили через некоторое время люди в этой точке уже ожидают что напряглось как напряглось уменьшаем усилия после этого да это все техника наведения внимания через некоторое время люди а да вот там в спине и они четко помнят где что как что ощущать что чувствовать все она в памяти уже лежит там мгновенно если ты знаешь что суслика нора ты этот прожектор в темноте полной разворачиваешь шарах включил все работает для этого надо сначала найти наши курсы это наведение внимания на объекты как ни странно абсолютно рациональная процедура люди практик не видят они только после моего курса с трудом говорят надо же оказывается все что мы делаем это практики а что раньше этого не было видно раньше вне внимания да 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 то есть они раньше и поэтому не могут даже пойти посмотреть какие-то книжки да они не знают что о том что они могут вообще пойти посмотреть книжки даже да по той же коммуникации что есть книжки практически по любой практике применяемой что есть книжки они пролетают да они пролетают мимо головы потому что не не выцепляются практики а когда вот про выцепляются вот у нас даже в чате там системного саморазвития был недавно с максимом беседа говорит что буквально ты читаешь просто какую-то статью из хорошего источника информации ты прям из нее ты можешь вытащить практику просто из статьи даже не из книжки потому что ты тебя натренировать натренировано вот это наведение внимания ну да да сильно мощно то есть это надо тренировать надо показывать как еще вот смотрите это особый случай или не особый я считаю что какая-то особость в этом есть во всех остальных курсах говорим что у нас есть некоторые объекты внимания которые даны дисциплинах и надо их уметь обнаружить в жизни это вот в наведении внимания ну я думаю да что сначала наведение внимания и вот как бы сюда отдельно понятийное внимание чувствуете что я говорю то есть прям понятийное внимание и напишите яблоки из жизни яблоки задачи ой я в блоге записал вы читали у меня я еще нашел прелестную вещь да 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 с последнего блога про буратино дал в альвине да 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 про буратино три яблока в альвине дал два да да это всегда я прямо увидел декстра пытался объяснить вот чем мышление программиста отличается от мышления физика который только про физический мир и от мышления математика который только про объекты а тут как бы начинается когда вот у нас мат объекты которые считают а вот что может быть в реальном жизни и вот это вот это же прямо про внимание это ну понятно да и собственно это как раз вот она есть вот еще мне очень смешной про тестировщика это на самом деле тоже самое про внимание он тоже поведение внимания на помните тестировщик заходят в бар заказывает заказывает 4 пива заказывает минус одно пиво помните да 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 окончание окончание такое заходит посетитель в бар после тестирования и спрашивает где здесь туалет бар загорается и горит синим пламени да хороший тестировщик внимание это направлено на заказ а как бы посетители не только заказом занимается вот это вот ровно ну и на и внимание телесное внимание двигательное вот это вот на самом деле это все вот не знаю мне понятийное внимание очень важно чтобы попало очень хочется сказать и все остальное но я понимаю что нельзя нет но у нас смотрите телесное внимание вообще как бы я предлагать внимание у нас так-то везде я предлагаю просто отдельно выделять физиологическую там что то у нас штука называется физиологическая база и пытаться и вот засунуть сюда а есть внимание к телесности к телу где как это сущности которые я внутри себя должен почувствовать через через внимание ну наведение внимания смотрите фокуссинг вот куда фокусинг кладется вот давайте вот здесь все проблема все же про внимание нет но анатолий можно вообще все практики рассматривать как практики про внимание на мы же так не били я ровно про это и говорю еда транс дисциплина так и я буду людей учить все практики рассматривать как практики вы управление вниманием потому что это индициなので все практики рассматривать как приложение логике и практики рассматривать как приложение антологики. Ну, это фактически по промо-интеллект стеку. Ну, помните, как я там упражнялась в описании практики? Все практики рассматривать системно, ну и так далее. Конечно. Нет, здесь просто говорю, мне кажется, вот здесь как раз хороший вот этот шаг на то, что мы говорим, что мы не просто как-то его рассматриваем, а что мы вообще рассматриваем, наводим внимание с использованием каких-то понятий, да, и что дальше мы вот не просто, ну окей, мы поставили этот прожектор. Вот смотрите, давайте мы говорим не о понятийности, а это семантическое внимание, да? И понятийное как раз противопоставляется. Потому что в семантике мы все-таки как-то физический мир и мир понятий соединяем, да? Да. Вот это вот семантическое внимание. А там внимание, не знаю, как это, С1 внимает тому, что в С1, бездумное внимание. Где-то хрустнула ветка, мы туда алертность проявили. Вот это как бы просто внимание. Как его назвать? Внимание нейросетки, внимание ГПЦ-3. Это awareness, да? Они типа awareness называют, нет? Awareness, типа conscious нас есть и есть awareness. И awareness это ближе к осознанию. А, ближе к осознанию. Значит, ну alert, ну вот этот alert, так. Да не alert, мне важно сказать, что смотрите, есть семантическое внимание, там где у меня семантика, то есть есть значение, да? А есть просто без значения, там, не знаю, человек внимательно смотрит на пламя, воду. То есть мы внимательно, то есть мы навели это внимание, но оно не семантическое, вот это вот, да? Не семантическое, не знаю, медитативное. Ну вот пусть да, быть не семантическое. Не, да, да, внимание сетки ГПТ-3, да, или сейчас вот готовый ГПТ-4, а внимание С2. Поэтическое внимание. Ну да, как это, голосуй сердцем, это вот тут. Я очень внимательно отношусь вот так. Да. Может быть там допонятийное, досемантическое. Вот у нас там написано, что понятизация, но оно уже начинается с того момента, что понятие есть, и дальше мы добавляем знаки, получается, и понятие. Ну а мне надо сказать, что я понимаю, что бывают вещи, которые еще не разделены на понятия, а связанность, оно синкретическое, обычно говорят, по-моему, вот так. Вить, поправь меня. Это синкретизм же, да? Я не очень понимаю, как же синкретическое подразумевает наличие каких-то, ну да, не то, что противоположных, но наличие какого-то обилия, так сказать, других альтернативных вариантов, более-менее альтернативных. Ну да, согласен. Существенно различающихся. Но мне надо вот беспонятийное. Как сказать беспонятийное? До понятий. Неформальное. Вот в части С1 спектра. Интуитивное. Ну, интуитивное, да, мне кажется, нормально. Ну, интуитивное, оно тоже может быть, тем не менее, семантическим, да? Да, семантическое интуитивное. Конъективистское. Конъективистское. Если мы про нейросетку, очень сложно. Да, оно конъективистское. Давайте условно запишем конъективистское. Угу. Ну, я пока через слэш буду давать поэтическое. Ну, допонятийное. Вот я бы допонятийное написал, Вить. Вот на самом деле, да. Допонятийное поэтическое. Давайте. Оно как бы ассоциативное такое, да. Ну, это все такое. Да. Ну, вот, вот, да. И там яблоки из жизни, яблоки из задачи. И С2 прям, припишите. Да, да. Собственно, сознание начинается вот сюда. И оно, если допонятийное, то оно может быть осознанно, конечно. Но, в принципе, это, как это, плохо осознаваемое, да? Угу. Да. Ну, если вы засекли, что мы вот внимание на этом зеленом пятне держим. Все это означает, что у нас есть объект пятно, характеристика зеленая, да? Да. И мы уже сразу, то есть осознанность сразу нас врубает С2. Да. А это, как это, без, вот, доосознанное. Вот, как бы, вот, вот, напишите туда. Наведение внимания бывает, я не знаю, оно, как это, доосознанное. Мимо сознания. Вот, вот, вот эти вот характеристики. Там еще покопаться надо, потому что, видите, мы очень неточные слова говорим. Да, да, да. Но феномен есть, и понятно, что он связан с наведением внимания. Ветка хрустнула, у нас полная алертность. Она проходит, не знаю, по древним структурам мозга, которые меньше всего по грациана устроены. И там ящерица делает примерно то же самое с ее интеллектом. Вроде бы, понятно. Угу. Да, это потом. Ну, что, я считаю, что это уже примерно более-менее... Мне кажется, да, похоже. А я еще могу... Еще мне важно модальности внимания, потому что мне важно, чтобы все, что в NLP говорится про модальности внимания, чтобы мы это закрыли. То есть аудиальное, визуальное, синкретическое, к телу, к концептам. Вот где это? Это в наведении, да? Ну, это как-то вот... То есть это не в осознании, не в бесперебойности, это в наведении. Там же есть еще дигитальное, да? Это, собственно, и есть семантическое внимание. И в этом-то и фишка, что в наведении внимания нам надо каким-то образом семантическое внимание с вот этим допонятийным соединить с использованием вот этих вот модальностей. То есть нам вот это вот модальности внимания у нас понятийное, да? А потом мы должны вот это вот все соединить, там, не знаю, через знаки или не через знаки, как-то понять, что это вот яблоки из задачи. То есть они как-то вот здесь на... Ну, наведение внимания, оно как практика заключается в том, что мы что-то замечаем на уровне входного потока допонятийно. И семантическое внимание устанавливается тем, что мы говорим, вот отсюда, там, в знаниевой структуре есть какая-то ссылочка. И вот это вот, да, как-то вот так, то есть вот это отношение, как бы установление связи, да? Угу. А допонятийное вот это вот у нас, это модальности внимания, потому что оно... Вы должны понимать, что устанавливаем, визуальное, там, что с чем соответствует, какой мы модальности. Мы пришли в предприятие, мы внимательно слушаем звуки, мы снестетично относимся к входному потоку, или мы смотрим, что люди делают, чувствуете? Да. Вот сюда проблема дигитального внимания, потому что NLP говорит, что это четкая модальность, безмолвная, безвидимая. Дигитальная модальность. Угу. И это проблема, потому что, собственно, это и есть вот семантика, работает дигитальность, то есть мы к ментальному пространству переходим, и там вроде бы синистезия всего, а кино не показывает, но мы понимаем значение слов. Угу. И вот эти вот, благовоспитанность, да, вот как ты ее в жизни найдешь, она в какой модальность. Ну, то есть оно перекладывается куда-то, распознается, оно на уровне S1, как Виктор говорит, оно там вполне себе присутствует, благовоспитанность. А потом мы понимаем, а, это благовоспитанность, и отнесение к словарному значению это семантическая операция. Или наоборот, у нас на входе благовоспитанность, мы пытаемся распознать, что в жизни является благовоспитанностью вокруг нас. Угу. Я почему еще благовоспитанность, это очень смешные такие слова, мы в спортивном лагере играли, в Москве это Шарады называется, а на юге России это Крокодил называется. В какой-то момент люди сообразили, что для того, чтобы затруднить противнику жизнь, надо взять максимально вот такое дигитальное слово. Типа там благосостояние, благовоспитанность. То есть то, что ты не можешь ни одним органом чувств взять, потому что все, что берется органом чувств, на раз-два показывается в движении, вот в физическом мире, как бы на любые чувства тебя выводят вот показом. Да. А когда ты от чувств отрываешься, ты стоишь перед... Ах! Вот это вот отсюда я запомнил, что там какую-то благовоспитанность показывали ну очень долго. Редкостно оторвано от реальной жизни, редкостно от входного потока оторванный объект. Так, ну я можно еще кратко покажу, что я, допустим, сейчас собранность пока отдельно включила просто в общем виде базово-психологическую устойчивость. Я не думаю, что может быть на нее... Я просто разделила их по типам, насколько типична для вас эта деятельность, какая-то типичная деятельность, которую сталкиваетесь. Вот смотрите, я очень боюсь слово психологическое. Ну вот как собранность. Еще больше я боюсь слово психическое, да? Я вот... Я, как это называется, справляться с эмоциями. Вот чувствуете, в бизнесе со словом эмоции работает хорошо, но это эмоции, а не вся психика. Нет, хладнокровность тогда получается назвать. Нет, никто не хочет быть хладнокровным. Вообще, эта штука называется emotional intelligence. Ну, жизнь показала очень странную штуку. Сделали замеры, потому что концепт очень модный стал. И выяснилось, что высокий и низкий коэффициент IQ влияют более-менее ни на что. Ну, то есть на производительности умственного и физического труда не сказывается вообще никак. Ну, легенда была, что чем выше IQ, чем круче работаешь с эмоциями, тем у тебя лучше с производительностью. Вообще, выяснилось, что не работает. А тем не менее, у вас это вот попадает, я бы сказал, тогда мотивация нужна. То есть люди озабочены, что они выходят из себя. Что это? Как это? Как это заморочки называются? Мотивация, то есть это называть? Ну, как? Ну, вообще, для меня, когда я вот-вот сюда смотрю, это по другой линии проходит. По линии как нидивистики, например, сложность диагноза СДВГ, да? Угу. контроливаюсь. Ну да, то есть то, что я могу с этим разобраться, может быть, остановиться разобраться, и дальше, чтобы оно мне не мешало, или наоборот, может, помогало, если я там какую-то там... Неустроенность. Но вот смотрите, вы понимаете, что эмоционально это все равно там в сто раз меньше, чем все психическое? Да, 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 да. То есть я просто, я здесь условно, то есть я просто, я не смогла подобрать какое-то приличное слово, где справляться с эмоциями. Ну, как у вас чувство, страх это эмоция? Ну да, ну как чувство, эмоции. Ну, эмоции. Угу. Я думаю, что да. В принципе, страх это вполне себе эмоция, да? Да, 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 но он идет как эмоции. Да, то, что приводит к изменению выражения лица, да? Ну да, если у вас изменилось выражение лица, это означает, что что-то у вас... Нет, уже есть же, это теория конструируемых эмоций, которые говорят о том, что, в общем, эмоции, они как бы, в том числе, они служат для... Это и реакция на какое-то воздействие, и какая-то штука, которая в том числе влияет на вас, и на то, как вы меняете окружающий мир. То есть, если, может быть, вы какие-то эмоции определенные испытываете, вы будете более склонны, там, например, я не знаю, убегать, да? Ну, фактически мы говорим об emotional intelligence, управлении. Да, 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 Я бы даже не говорил интеллект, это вы сталкиваетесь с эмоцией, с которой раньше не встречались, и можете с ней сработать. Прямое понятие интеллекта, да? Да, да. Но я бы тогда не intelligence вводил, а я бы тогда, так же, как мы обычно, эмоциональное костерство. Угу. Блин, точно, у меня же... как-то точнее, потому что, когда ты говоришь про интеллект, не очень понятна умность-то в чем. Да, да, да. Нет, просто самое смешное, почему я не догадалась, у меня на ведение внимания не хватило. Я коллекцию, опять же, у меня есть коллекция в этом самом, господи, в Кайенле книг, и она называется Emotions Mastery. Ну, то есть то, что можно было назвать, да. Ну, так, это полностью совпадает с моим замечанием, что термины надо искать тщательно, и когда вы находите правильный термин, оказывается, что, в общем, мы его использовали, использовали чуть ли не с самого начала, только мы не знали, что именно он является там точным, потому что мы еще не понимали, какие проблемы с другими терминами. эмоционного мастером. Да, мы понимаем, что у нас нужна эта эмоцион-мастер. И теперь смотрите, у вас там дано через нетипичное, чувствуете, что слово нетипичное, это ровно вот определение, которое рядом вы не любили. Да, типичное, нетипичное. Значит, смотрите, есть некоторые чувства, и у них есть некоторый диапазон. И все, что нам надо, нам надо, как в системном фитнесе, нам надо повышать эмоциональную чувствительность. То есть мы ее должны распознать, заметить, ощутить свою эмоцию, отмоделировать его окружение. Да, да, да. И это вы делать должны и обмякнуть там, да. Вот. А с другой стороны мы должны взять эту эмоцию, как это, силовой тренинг, довести ее до края, маленькие шажки превращения эмоций, ну все то же самое. Угу. И фактически я рекомендую взять современную модель системного фитнеса и ее воткнуть в эмоции. А, все окей. У вас мышечная работа, да? Да, да, да. И тонус мышечный. А вы увидите понятие эмоционального тонуса? Ну они, да, они очень похожи сюда. Нет! Ну потому что... Как громадный кусок на работах, что вы все время там тревожный, обмякнете. А я не знаю чем обмякнуть. Вот вам упражнение, да? Да. Для этого сначала воспитайте чувствительность. Потому что если вы не понимаете, что такое обмякнуть, да, то... Ну да. Мы, собственно, практики там, например, справляемся с какими-то чувствами, этими эмоциями, да, ощущениями. Может, все даем их через тело. Да. И вот давайте через тело и говорите, что кроме мышечного чувства вы можете также точно работать и с обычными чувствами. Там еще важно замечание Кена Уилбера, и вы его запишите, потому что это люди не очень понимают, почему речь идет о расширении диапазона, о всяком таком. Кен Уилбер говорит, что вот я осознанный, я, конечно, управляю всеми эмоциями. означает ли это, что у меня эмоций нет? Нет. Он говорит, ну, дурашки, говорит, у меня эмоции более сильные, чем у вас. Как более сильные? Ну, говорит, вы же все умеете управлять эмоциями, и когда вас несет в эйфорию, и вы-то обрадуетесь, то вы понимаете, что еще чуть-чуть, и вас несет с катушек, вы теряете управление. А я, говорит, понимаю, что воз же-то у меня в руках, я осознанный, я себе позволяю пройти еще дальше в эйфорию, понимая, что если уж начнется носить с катушек, я же как это, назад куда-то осознану, я же под контролем, у меня как это, управляемый занос, а у вас неуправляемый, и вы туда боитесь. Ну, это вот и есть уже, собственно, управлять эмоциональной чувствительностью, что мы, в принципе, можем не просто, она у нас разогналась, и теперь мы не знаем, что с ней делать, да? Нет, она у нас управляемая, но самое главное, что у нас диапазон эмоций растет. У нас количество, как это, ступеньки, у нас эмоции не такие, что я в эйфории, или я наоборот включаю. Да, биполярный синдром, да? Это называется эмоциональная гранулярность. А у меня полный спектр. Да, эмоциональная гранулярность это называется. Эмоциональная гранулярность, это ступеньки шага усилия. Помните, Климат говорит, что вам надо их уметь сделать, потому что, ну, как бы сила, сила, потом бах, скачком, и ты ничего не можешь сделать, потому что, ну, как, ну, привык же там. И второе, расширение диапазона. В одну сторону ты чувствительность повышаешь, а в другую тебе сила, и в силовая тренировка нужна. Вот ровно вот эту вот модель прям несите сюда, разрабатывайте, я думаю, она сюда отлично левает. Да, она отлично ставится сюда. Вот, ну, я так понимаю, здесь можно... Ровно то же самое, Анна, вы же понимаете, что фактически мы для танцев еще один тренинг вот в этом месте берем. Да, да, конечно. Ну, собственно, оно же, вот, вспомните, начались первые обсуждения. А она другая понимает это? Анна, которая не ум. Да, да, да. Да, да, Это означает, что вот, ну, как бы вот, Анна просто вчера буквально была на занятии по системному фитнесу, и ровно про этот диапазон говорилось, вот, вот про все. Вот, прям вот такой тренинг, прям вот один в один. И он для танцоров важен, потому что танец, отличается от не танца ровно вот этим. Либо у нас там эмоции какие-то есть, либо у нас реально физкультура под музыку. Ну, тут, 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 тут в обе стороны работают, потому что танец отличается от не танца, и возможностью встроить вот это эмоциональное наполнение в структуру. А, да, ну, а мы-то ровно при этом говорили, что структура, если она осознанна, то это вот допониминное внимание, и как бы там полностью все, вся вот эта вот модель, как любая трансдисциплина, мы ее туда в танцы втягиваем. Вот я больше могу сказать. Я сегодня троллил, я сегодня троллил ровно по вот этому вот моменту, что везде обсуждается это как танец, не танец, танец как бы против физкультуры под движение, вот именно вот это вот эмоциональное управление эмоциями. Мне даже есть, что здесь сказать. Да, мастерство эмоциональное. Либо оно есть, либо нет, и тогда это танец, не танец, кроме одной тусовки. В танго это не обсуждается как танец, это обсуждается как танго, не танго. Во всех остальных танцах обсуждается как бы танец, как это, там ВКС, не ВКС, чисто с точки зрения техничности, кизомба, не кизомба, с точки зрения стиля, а если эмоции, не эмоции, это обсуждается танец, не танец. А в танго все подряд обсуждается танго, не танго, потому что нет танго, кроме танго, и канженги пророк его. очень смешно структурировано вот то что вот мы сейчас говорим вы структурировано многие аспекты которые обсуждаются в танцах мы точно также будем обсуждать их в коммуникации анатолий кстати я тоже могу забавная штука поделиться вот и как раз вот в терминах сегодняшних удобно объясняется это все но дело в том что когда вот начинаешь появляется именно понятийная вот у меня раньше как я там когда там танцевала или упражнения какие-то делал мне вот было вот такое внимание как обезьянки да то есть танцуешь ты просто повторяешь повторяешь как обезьянка вот реально дополнительное такое внимание анатолий анатолий самое интересное как только я начала обращать внимание на ленты вот на все когда я просто буквально в буквальном смысле танцую представляю себе это тело механическую куклу с датчиками какими-то актуаторами как это ни странно у меня у меня разделилась внимание на гопоточность у меня отдельный поток вот идет на вот этот на вот эти управление тела механическое и отдельный поток идет на эмоции я более могу эмоционального больше эмоций могу вставлять танец потому что больше уделять этому времени потому что внимание потому что у меня она разделилась на гопоточность а потом еще поток на культурные паттерны потому что вы можете в стиль попасть и это не зависит от эмоций да 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 то есть это я про это это аналитично качество танца просто растет и ты господи оказывается что вот это вот это вот это вот спасись семантическое внимание с выделением до объектов она просто тупо тебе поднимает качество танца ну вот я честно говоря не очень понимаю это рассуждение потому что как раз танец на выученных шагах и выученных фигурах это для танца аналог с 2 не с 1 мне кажется а качество возникает когда когда ты перемещаешься с 1 в танце именно тут как бы не понял качество качество мышления там качество математика да она сложный процесс мы обсуждали так происходит сначала стихийное понимание потом она переходит в символическую область потом символическое интериоризируется и переходит обратно ближе к с 1 потом появляется на новом уровне новое символическое мышление ну да но противоречит то что ты рассказываешь тому что против на мой взгляд противоречит тому что в танце снука из начал заниматься танцем ты начинаешь с уровня с 2 ты когда выучиваешь шаги и фигуры ты работаешь сразу в концептуальном так сказать каком-то пространстве из него надо выйти обратно да конечно ну конечно мы поэтому и пишем да то в начале тебе надо завести эти объекты чтобы у тебя было семантические внимание если внимание не семантическое ты с ним делать можешь ну когда чуть больше чем ничего и дальше одно дальше просто но она доводится до автоматизма вводится автоматизме там висят по-прежнему эти лучи внимания но как бы они могут просто управлять я хочу сказать вот там где модальности у вас стрелка да 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 я тут мучилась сначала с этой стрелкой почему потому что всегда у нас трендеринг всегда у нас конечно 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 то есть оно не должно быть в одну сторону да я знаю просто я думала на доработку потом то есть модальности а с обратной стороны отразили твою мысль нет ну понятно просто именно в танце так сказать мамам мамам мало кто есть человек человек просто пляп приплясывает да под музыку может начинать начинает с с 1 да но это вообще редкий случай то есть как правило нет это наоборот самый частый случай и так она все и появляется дед как говорит климат после страды выходят отдохнуть то они под храмошку кач делают и пляс нормально транс все все подряд вот пляшут но форма не очень культурная конечно потому что ну чистый качестве уже достаточно для удовольствия а далее а далее мы делаем три ритма поверх кача еще два добавляем музыкальные фразы отрабатываем и это делаем в некотором языке паттернированного движения это как бы все усложняет ну да собственно цивилизация вот это вот усложнение принесла но для с один там все равно много еще пространство потому что ты же не просто шаг делаешь заданный а ты делаешь помнишь мы нюансы проводили чуть длиннее чуть короче чуть быстрее чуть медленнее но это тоже с 2 когда я начинаю интуитивно варьировать этот шаг через некоторое время ты начинаешь но тогда это обычно вне твоего внимания а есть еще один момент осознанно танцуешь и понимаешь что ты интуитивно варьируешь шаг и это нормальное состояние в танце когда ты танцуешь и думаешь как ты танцуешь оторвано думаешь понимаешь а танцуешь на с 1 когда ты осознаешь как ты танцуешь но не как бы не управляешь сознательно не управляешь да потому что управлять слишком быстро слишком много и это нормальный режим замечу это режим вот то что мы говорим это присмотр режим просто он должен быть его просто если его нет то это очень тебе будет тяжело нет вот этот путь навыка путь любого навыка между с 1 и с 2 да он сопровождается еще гораздо более сложным так сказать в модели должно быть отражено наверное как то навык путешествовать из 1 в с 2 и обратно вот это вот семантическое внимание с 2 написано а до понятийное это с 1 и стрелки просто нет я говорю а вот внимание понять как последнее вот тут тут это находится под наведением внимания на самом деле ты только что сказал что этот процесс в смысле отдельный что в процессе путешествия навыка от с 1 к с 2 внимание совершает гораздо более сложные так сказать потому что у тебя с 2 откуда-то должно приходить и это из другого процесса вот покажите что есть как это знание и семантическое внимание идут знания откуда-то чтобы с 2 должны понять и откуда-то прийти и они приходят вот не из ситуации они приходят там не знаю из мозга из памяти из учебника испанить из памяти их за за кортиксом как бы откуда-то приходит ну да то есть я думаю что точку что в управление вниманием не явно входит наш как это база знаний да 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 конечно отдельно базу знаний потому что без нее мы не учим почему мне все равно для учебного процесса надо чтобы вот этот вот пример что системное мышление это просто такое управление вниманием и логика это такое управление вниманием и любая дисциплина это управление вниманием четко надо чтобы само внимание поддержала вот вот этот разговор ну вот база знаний ну мы понимаем базу знаний ну да я потом куда-нибудь там поместите а совершенно не факт что оно в рамках именно внимание да то есть оно где-то да да в местах определяется ну да она просто как бы здесь оно необходимо что у нас появилось оно как так вот здесь необходимо поэтому на стрелочку его вот и тут одна я еще отдельно выделила всякие штуку и так можно сказать то телесное это какое-то мастерство это в том числе какое-то восполнение всяких ресурсов это в собранности отдельно потому что я бы еще раз уж телесное коммуникация я думаю что речь идет не про коммуникации речь идет об интерфейсе да да интерфейс конечно здесь данном случае интерфейс да то есть я между мордей как бы кто-то там вообще общается и каким образом интерфейс вот интерфейсный модуль да вы говорите модуль а я практика интерфейса как мы называем это протокол протоколы общения с сознанием да протокол да да протокол очень хорошо звучит да вот где-то тогда хорошо да и тут вот коммуникация входа это как как подавать на вход до атаки пишем как подавать на выход результат это как обсуждать содержание держание текущего внимания ну тут очень хочется еще добавить я понимаю что вход содержание выход ну вот содержание выхода но не выход нет а тогда не коммуникация входа а коммуникация восприятие восприятие да мне кажется пишите восприятие просто да ну вот так уже видите еще точнее стало вот и тут вот надо добавить что если это протоколы общения с сознания то одним из протоколов работы с вниманием ну вот вся вот это вот модальности понимания модальности внимания и вот сюда то есть как отдельно так они есть модальности внимания идеальная визуальная помогает перейти с с 1 с 2 но они к протоколах общения да 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 это модальности опять же и вот тут вот не только внимание модальности общения а там отдельно модальности вот там где доосознанное вот там модальности внимание а у вас появляется ощущение по поводу слишком яркого цвета и где-то попадается вот модальности коммуникации да 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 это проснилось на этот момент не беспокоил всего уже не беспокоит так ну мне кажется вы более-менее закончили а и мы понимаем что у вас остались с эмоциями все равно надо разбираться отдельно да конечно этой психологии может вытащить еще что-то поэтому нарисуйте туда линеечку и скажите а что еще из психологии там не знаю экзистенциальные какие-либо проблемы да то есть кроме emotional mastering прямо из собранности вы еще какая-то линия и вы напишите а чё еще потому что это же собрала с уровня собранности раз и кроме этого поскольку как это физический вычислитель и физический робот то телесное конечно автоматом как ресурс телесный ресурс да 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 ну вот как интересный ресурс вот у меня учтен телесный ресурс вот у вас телесное мастерство и как это мастерство телесного ресурса ну вот да да кича то я что-то там как-то там же для собранности тело как ресурс и таки рассматриваете да 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 но она есть как будто потому что тело не совсем ресурс для других а для собранности это ресурс ресурс до мастерство телесного и после этого нам надо понимать где мы рассматриваем мастерство телесного ресурса отдельное заседание отдельная как бы ну понятно что если лаборатория у вас внимание да да это то на внимание занимается внимательного мастерства внимательности тогда это не управление вниманием вы так и пишите мастерство внимательности кстати а куда-то она пропала только что у нас она была до про мастеринг вот отлично а куда попала куда пропала что именно attention my мастер и она просто была не здесь она была вот в коде надо где-то да она не потеряна приведите до приведите соответствие мне просто понятно да что мы здесь на ходу что-то очень много всего меняя поэтому вы либо в коде это делает да либо на этой картинке чувствуете два аутлайна абсолютно одинаковых мы провели там часть операции с одним аутлайном часть другим это ровно то что я говорю что каждый раз когда у вас появляются вот эти картинки они очень соблазнительно с ними возни а не стойте анатолий это вот мне просто удобно обычно мне на старте удобно но вот сейчас это уже выглядит абсолютно неподдерживаемой штукой поэтому но будет ухаживаться ровно по курсу через пять минут это становится неподдерживаем вот она наконец-таки стала неподдерживать я сначала нарисовала для себя потом что-то еще поняла час и пять минут да 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 давайте дальше поддерживать потому что ну чушь у нас но опять же у меня стек собранности стек это как бы навек на то что это тоже будет наверное какой-то и примерно что это не так будет в итоге ну конечно не так табличка там какая-то там уже начали делать дерево не мучаемся вначале просто удобно вот сейчас уже но но видно что он уже какой-то там куча всего слишком много каких-то напоминаний слишком много всего и это уходит уходит просто в отдельную табличку конечно же и да скорее всего даже не одну ну все значит у нас появляется кода это как это дополнительно будет вывод нашего сегодняшнего совещания да это дополнительный вывод из картинок когда из аутлайна который видевает мэпа ужас полный переползаем в код я считаю что мы сегодня очень хороший так такой сделаем сделали у кого-нибудь и есть что-нибудь там добавить и потому что мне кажется уже переполнение некоторые такое случилось смотрите я скинула ссылку вы можете в качестве там вы можете комментарии какие-то оставлять посмотреть эти в эту лабораторию это пока еще не снег корпоративная но там мы уже с цереном и альша там обсуждаем переход я там буду помогать с этим переходом я думаю что скоро появится в 6 м ну ладно окей все мы делаем это регулярно в это время да в этом месте ну хорошо давайте попробуем давайте попробуем недельником вроде видите там более-менее собрали да если какие-то будут проблемы тогда делим голосование и может быть как бы да потом ладно это еще потом синхронизацию каких-нибудь календарей проведем если вдруг начнутся проблемы окей все спасибо я не знаю в эту запись выложим сегодня или не выложим в канал школы или не надо много интересного наговорили мы можем выложить в общем не проблема она давайте с цереном как бы он там как это умеет делать как-то умеет делать надо время от времени информировать общественность хорошо формы нашей работы видео до свидания до свидания